Дорогие друзья, всем привет, с вами интернет-магазин продавец воздуха и добро пожаловать на наш канал. Сегодня у нас сравнение двух моек воздуха, Банека В200 и Банека В210. В200 находится на рынке уже три года, занимает лидирующие позиции по продажам, а В210 вышла буквально 20 октября 2020 года. Вот, и многие задаются вопросом, а чем же они отличаются? Потому что модели в целом очень схожи, на глаз кто-то между ними даже не видит особой разницы, но разница есть. Собственно, друзья, об этом мы сегодня и расскажем. Мы расскажем не просто в разрезе, посмотрите, появилась опция, посмотрите, какие-то характеристики, а в разрезе того, так скажем, в разрезе пользовательского опыта. Например, у меня В200 стоит три года, и мне есть с чем сравнить В210 и В200, есть с чем сравнить, есть как сравнить. И я понимаю, какие, допустим, приколюхи и недочеты с собой несет та или иная мойка. Так что, друзья, это видео посвящено именно этому. Об изменениях. Друзья, концептуально обе мойки идентичны. И там, и там две скорости, и там, и там один и тот же объем в 4,5 литра. Производительность по увлажнению у них тоже одинаковая. У В210 появляется, так скажем, два нововведения. То есть, первое – это фильтр предварительной очистки, которого нет у В200. Вот. И далее в поддоне появляется вот такое вот ложе, такой вот балкончик, куда можно залить воду. То есть, мойку можно будет долить, не прерывая работу прибора. То есть, это решение, вернее, это изменение, которое есть на поверхности. Сейчас мы более глубоко раскроем их, так как все-таки оба этих изменения, они меняют пользовательский опыт использования этой мойки. То есть, так скажем, у нас становится легче, это становится интереснее. Это не сразу очевидно понятно, но сейчас об этом расскажем. Друзья, начнем сверху вниз и пойдем с фильтра предварительной очистки. У В200 его нет, у В210 он появился. Что это дает? Соответственно, мойка воздуха забирает у нас весь воздух сверху. Вся пыль в рамках В200 оседала на увлажняющий элемент, фиксировалась там, оставалась в поддоне и плавала уже на дне поддона. По пути она облепляла лопасти вентилятора и всю околовентиляторную область. Соответственно, это нужно было как-то чистить. У В210 появляется прифильтр и, так скажем, необходимость чистить вентилятор полностью отпадает. Чтобы подобраться к прифильтру, нужно сделать у В210 следующее. Нужно последовательно нажать, ну, в любой последовательности на четыре угла у верхней декоративной крышки и уже достать фильтр предварительной очистки. Выглядит он вот так. Вот это просто мелкая чистая сетка на пластиковом основании, на бессмертной ей ничего не будет. Весь уход в рамках нее сводится к тому, что вы просто ее извлекаете, промываете под водой и все. Обратите внимание, так скажем, на ее площадь. Вот идет площадь всасывания воздуха у В210. То есть она достаточно большая. И фильтр предварительной очистки, он покрывает абсолютно всю площадь и даже больше, что очень удобно. То есть он не закрывает какую-то часть, а полностью, так скажем, блокирует поступление пыли. Обратите внимание, что у В210 это все сделать элементарно. А как это сделать у В200? Нужно достать сперва вот такой вот ключ к апсулу, то есть это арома-контейнер, и снять крышку. То есть у В200 это делается неудобно. Это делается при помощи, да, вот таких усилий, вот с вот таким звуком. Когда я первый раз сделал, я думал, господи, я все сломал. Ну, нет, я тогда не сломал ничего, но в принципе кто-то, ну, пару случаев было, когда люди что-то это ломали. Соответственно, там появляется вот такой вот вентилятор. Здесь он сейчас в каком-то плюс-минус почищенном виде. Но если вам интересно посмотреть, как выглядит мойка воздуха В200 спустя несколько лет использования, точнее 3 года, можете посмотреть по этому поводу видео у нас на канале. Так что, друзья, появление прифильтра существенно облегчает жизнь и использование прибора, ну, В210, потому что вам никогда в жизни его не нужно чистить. Это очень удобно. Друзья, здесь есть еще момент дополнительной безопасности. То есть вспомните, насколько просто было извлечь фильтр предварительной очистки и декоративную панелью В210. Если бы точно так же легко это было сделать у В200, то, соответственно, ребенок повторяет ряд этих нехитрых движений и получает доступ к вентилятору. Это было бы вряд ли как-то безопасно. У В210, соответственно, здесь уже есть специальная дополнительная решетка, которая этого не даст сделать. В принципе, это очень удобно. И если у вас есть дети, то В210 это дополнительный защитный барьер. Но в целом, вообще, детям обычно пофиг на мойке воздуха банека, потому что одни без дисплеев, они не привлекают к ним никакого интереса, они работают тихо, монотонно. Вот, все, что дети могут делать, это переключать, допустим, мощность прибора. Но, опять же, вы можете взять какую-нибудь более дорогую мойку, типа, например, W400, у которой бесконечно крутится кнопка, да, вот, и просто в приложении заблокировать возможность регулировки мощности не с телефона, что, в принципе, тоже достаточно удобно. Друзья, изменения в конструкции поддона. У В210 появляется вот такое своеобразное ложе, он же балкончик, вот, куда можно залить воду, при этом не прерывая работу устройства. То есть, у вас мойка как работает, барабан в ней как вращается, воду вы сюда спокойно заливаете. Вот, он очень легко открывается, не воспроизводит никаких громких звуков, так что залить воду никого не потревожим, можно очень просто. А вдобавок, чем удобна эта мойка, ну, так же, как и W200, она не булькает, то есть, она не будет вам мешать никаким образом в ночи. То есть, ложь достаточно широкая, то есть, можно открыть и залить воду непросто. То есть, какой-нибудь леечки с длинным носиком делает очень долго и медленно, вот, но аккуратно. Ну, так же можно сделать это не менее аккуратно, взяв обычную 5-литровую бутылку и под достаточно крутым углом, то есть, под большим напором воды налить ее сюда. То есть, это пробовали, это все спокойно воспроизводится, это делается и не приходится даже никаким образом напрягаться. Здесь также есть отметка максимум, так что вы никаким образом воду не перельете. Вот, это из того, что лежит, так скажем, на поверхности. Из того, что раскрывает потенциал этой мойки шире. То есть, кто покупает мойки воздуха? Чаще всего мойки покупают те, у кого уже есть дети, либо кто детей ждет. Ну, чаще всего, конечно, это те, у кого уже дети есть, и кто понимает, что, блин, что-то там сушит нос или еще что-то, ну, либо кто-то кому-то рассказал, ну, не суть важна. Так вот, те, у кого есть дети, могут, так скажем, сделать детей более дисциплинированными, чтобы те заливали сюда воду. То есть, ребенок вряд ли поднимет какую-нибудь 5-литровую бутылку, но, опять же, пару раз сходить с леечкой и залить сюда воды, он сможет без проблем. То есть, условно, собрали семью и спросили, другой мой друг, что-то у нас там мама и папа очень сильно устали, много делают по дому, а что делаешь ты? Может, ты хочешь поучаствовать в том, чтобы ухаживать за мойкой воздуха и заливать сюда воду? Давай, это будет твоя зона ответственности. И, собственно, все, вы сгрузили с себя какую-то задачу, а ребенок каждый день, утром и вечером, ходит и заливает сюда водичку, что для него не будет вообще никаким барьером и прочим. То есть, это очень просто. Так что, друзья, пользуйтесь этим, В-210 в этом плане просто замечательная мойка. Итого, друзья, давайте резюмируем, В-200 или В-210. Глобально они одинаковы, за исключением того, что у В-210 появляется вот этот балкон, ложи или сумка кенгуру. Появляется удобная для съема декоративная крышка. Появляется фильтр предварительной очистки. Вот, достаточно много как бы выгод. Вот, и больше, более такой широкий вариант использования любым поколением. Как младшим, так и старшим, так и в рамках залива она удобнее. Единственная причина не покупать В-210, если вам не нравится внешнее наличие вот этого вот элемента. Если вам нравится просто однородность В-200, пожалуйста, покупайте В-200. Если хотите все равно получить какое-то более удобное использование, более удобное решение для использования, покупайте В-210. То есть, мне функциональность В-210 очень сильно нравится. Друзья, на этом на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал. Если есть вопросы, пожалуйста, пишите их нам в комментариях. На вопросы со смысловой нагрузкой мы отвечаем. А на этом на сегодня все. Были всех рады вас видеть. И пока-пока.